господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 180 события дня матфея 1624 но это почему 1624 через черточку потому что система не пропускает там когда ролик делается отвергнись себя возьми крест и следуй за мной господь сказал но тут тоже не вмещается количество букв беру стык главное 9 а это за 9 число июня 2016 года михаил батогин только что поступило сейчас в данный момент у нас время 4 часа 16 минут вот минут 10 назад это он дал сигнал в москве значит что там получается не 4 часа 12 ночи тимофей сын его вылетел из москвы в наш лагерь стан я поясняю по расписанию через час позвоню кубкову спаси христос за молитвы игнати тихо за счет о чем помолиться кто сейчас будет услышит узнает и да никак не узнает наверно там одному я отвечаю я в одноклассниках вообще не бываю эту систему не приемлю совершенно одноклассники просто у меня есть там страница все на одного человека послал и дальше жди что скажет другое дело мой мир на 10 тысяч можно было посылать сейчас изменили там все это не так ну когда я вел занятие в университетах кто включил в программу изучение священного писания потолкование святых отцов православной церкви и галереи мира разъяснение любой картины на библейские сюжеты он художники начал говорить и владимир галендухин христос воскресе игнатий тихонов днем ангела ну ангел это конечно божественного ангела с большой буквы и с днем рождения вас мирная долга и благая лета вам да благословит вас господь еще потрудиться во славу божию спаси христос у меня сегодня день ангела день рождения у нас называли как какой день родился какие имена есть и кто крестит он не не спрашивал даже родителей поэтому такой широкий реестр имен был вот мы попутно сказать мужских имен по календарю по святкам 750 разных она слуху сегодня где-то это не больше как 33 я занимался специально этой темой александр сухоцкий украина умерла матушка отца анатолия и сконцеполя она очень любила смотреть ваши ролики ее имя вера упокой господи в обителях небесных рабу свою веру хорошая была матушка я и запомнил когда были на украине освещение был не расположен к нам а приехали он сразу расположился в одну минуту все по-хорошему она побежала трехлитровую банку меду принесла я говорю а батюшка то еще батюшка благословил до пчелы я держу говорит ну он умер уже отошел и мед хороший 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 я не знаю как я тут разделил на братьев кто ездил и надежда благодатская это фамилия благодатская такая вот бог наградил добрый вечер игнатий тихонович мне очень нравится ваш лагерь что дети воспитываются с молитвой и что петров пост соблюдаете и как братья работают все нравится вот владислав это ее сын больной как-то привык к такому образу жизни взять можно какое-то время то его что ли взять то он мужик куда же возьмешь его по 30 лет братья старше командовали бы ну да откомандующий надеван он говорит толстый такой поздравляю вас с наступающим днем рождения с днем вашего ангела как говорится наставь юношу в начале пути его но впрочем как господь он лучше знает и что он хочет добиться от нас роман малыш мир вам игнатий тихонович в прошлое воскресенье рассказал одному прихожайну по имени алексей о вашем вашем о вас вашем сайте и что собираюсь переезжать потеряевку сегодня после службы он подходит ко мне и сует 5000 рублей это тебе на дорогу мне стало неудобно я стал опираться спасибо надо говорить спасибо христос роман у меня деньги есть да у вас у самих пятеро детей да не надо после чего он говорит передай игнатию эти деньги на лагерь и пусть помолится за нас так и звать его алексей да помилует его господь и защитит ему это мне то это на лагерь да потому что нынче у меня сколько вот набирая из 10 человек из 10 только один заплатил а остальные все бесплатно содержатся а где должен брать то пенсия 6500 рублей но ясно дело что кто-то где-то что-то пожертвует но волка ноги кормят я бегаю везде и денег никогда не прошу люди сами дают просил муки и крупы масло растительное все это дали сегодня буду грузиться если бог даст все это заснимем покажем помолиться за и нас за его семью у них пятеро детей 3 девочки 2 мальчика от воскресенья прошло всего три дня человек уже ознакомился с вашим сайтом и каналом и просят молитву о попадается все надутые полопаются все надутые хулить или ваши от зависти пять тысяч скинул вам на карту спаси христос поздравляю вас днем ангела желаю чтобы господь еще долго наполнял ваш сосуд елеем добрых дел соделанных духе святом с любовью аллилуйя ну слава богу вот тут скрываю человека специально собой и придет но вот игнатий тихонович и верно среда круглой даты 77 лет две цифры одинаковые круглая дата когда ноль с днем рождения кругло 50 или 100 и не надо критики считаю день рождения важной даты то есть я критикую когда с днем рождения там что-то ну подарки делает нельзя я говорю это делать а другой день день рождения от нас не зависит какая твоя заслуга то что бог терпел тебя еще год хорошего вам пути потерявку ждут вас много гигабайт кто прочитает вот это да и садите братьям за вопросы ответы то есть там немножко мы сделали там ну сколько там 70 вопросов а их 4124 озвучить чтобы так по поводу ежедневных обзоров кстати напишите как думаете их делать но очень просто как делал так и буду делать если господь позволит оставить не смогу заказчики там нету буду отсылать кому-то кто-то будет ставить я замки снимать нынче брал у витя раньше работал там планшет давал он мне потом никита свое давала нынче решил свой компьютер с процессором снять но это большой это не планшет сейчас жду программиста что пришел размонтировал мне все я даже боюсь прикоснуться тут проводами опутано мы с одного модема трое сосем тут ну три человека и все тут так все евгений пишет днем рождения Игнатий Тихонович евреи поздравляют друг друга на рождение говоря до 120 лет я вам желаю долголетия в господи иисусе христе бытие 6 3 пусть будут и дни их 120 лет ну это уже много конечно но мафусаил то больше жил 969 все он пишет днем рождения силы здоровья вам нелегкой борьбе добромир с днем рождения Игнатий но это ясно дело что не в россии владимир и почему-то будь у него напустим драгоценный Игнатий в этот замечательный день твой день рождения я искренне хочу тебя поздравить пожелая тебе пусть все что у тебя есть приносит тебе радость пусть все что чего у тебя нету не является для тебя необходимостью нет не пойдет необходимость но бог не дает сразу пусть все о чем ты мечтаешь чудесным образом появится в твоей жизни ну мечтать слово плохое его нельзя чего желаешь по слову божию вот так бы было но я принимаю понимаю корректировку делаю желаю тебе быть счастливым человеком я и счастливый вот интересно я попутно хочу сказать захожу я как-то в краевой суд а там пашков виктор иванович сидит о а у него какой-то маленький сабантующих там на столе выпивка стоит и генерал-майор он говорит а мы только сейчас о вас рассуждали а там был прокурор края как он говорит всего слова генерал-лейтенант параскун юрий федорович даже там мэр города мэр города мэр входящий в десятку лучших мэров россии баварин владимир николаевич и процентка генерал-лейтенант тоже а мы только сейчас о вас рассуждали ничего себе думаю вот это собрались и обмена суждали кто я такой ну садитесь нет за стол я не сяду день рождения вообще не отмечается у нас а у него день рождения ну а почти что вы рассуждали то я говорю меня заинтересовало но что более счастливого человека мы не встречали представьте какие люди и они понимают кто на меня гонит там волну как говорят заключенные ну понимаете люди которые мной занимались меня судили которые все помогают ну выше генерала генерал-майор только один остальные еще выше но и они говорят я говорю почему вы считаете счастливы я потому что вы делаете то что вам нравится чтобы так нравилось что вы делаете вы все проповедуете говорите и и и мы вас рассуждали вот это да вот это они не показали потом как-то встречаю шалаховец стручков александр профессор в интернете он со мной познакомился в друзьях и вижу рот задает там другим и говорит я встретил человека профессор более счастлива еще в жизни не встречал надо же еще встречая писатель тоже только познакомился с моими трудами и поговорили один раз я действительно счастливый счастливый во всех отношениях все о чем я молился бог выполнил кроме одного ну видимо не 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 время еще чтобы господь убрал не не что-то а именно 40 раз господи помилуй вот надо три раза больше не надо остальное тоже нет неверия в бога желаете быть счастливым человеком радоваться каждому новую дню удовольствие в привычных вещах словом сцени то что у тебя есть судьба обязательно дарит тебя еще больше ну судьбу это гитлер верил судьбы нет говорит златоуст пусть сегодня все будет так как ты мечтаешь я не мечтаю и это нехорошее слово кремлевский мечтатель есть слово мечта мечтаешь мечтатели в библии всегда в отрицательном смысле те кто даже не знает и никогда не говорится братья и сестры никогда только братья и сестры нельзя говорить в храме нигде почему обращаясь к мужчине сотворил их не златоуст не библии нигде нет у братья и сестры во все библии и как слепые все и патриарх и епископы и священники баптисты адвентисты все одинаково братья и сестры даже этого это не видят закрыты глаза за окном будет прекрасная погода но она не бывает для меня на прекрасная а у тебя замечательное настроение я не всегда не всегда самое большое несчастье в жизни человек вот я считаю это когда друзья делается врагами вот это очень тяжелое переживание зла златоуст говорит больше чем потеря родных детей всего друзья делается врагами когда стали осуждать его не вытерпел проказу лишения детей имущества все перетерпел а это не смог пусть все что сегодня пожелает тебе твои гости их не будет пожелает спасения духовного обязательно сбудется дай бог и твоя жизнь наполнится светом счастьем добротой она меня переполнена этим и светом и счастьем и добротой пусть сегодня не смолкает поздравления и тосты ой 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 пусть стоящие звучат стихи песни ничего этого не будет я выезжаю в дороге буду что благополучно доехать вот поздравления ну тут какие не смолкают много конечно тостов нету мы не пьем пусть жизни будет много улыбок солнечного света тепла и радости ну здорово пусть в твоем доме всегда живет счастье ну слава богу для меня нет больше радости ян говорит богослов как слышать что дети мои ходят в истине а отсюда вывод и нет больше печали когда дети мои перестают ходить в истине вот которые отступники ушли потом видишь крушение он запился где-то был хороший человек нормально повторяю за 53 года еще не было ни одного случая чтобы мы были знакомы близко все и он ушел этот человек даже когда общины не было ушел там врагом сделался или как и чтобы он остановился хотя бы на том уровне ни одного не потому что я накаркал на него но так не делает не смотришь разошелся дальше еще хуже и так и просто никуда идет все почему потому что слишком многое потеряно христианские песни что это за не за не человек но добрый день вы упомянули что также имели беседу с адвентистами я смогли убедить их собственной неправоте да могли бы вы подсказать если у вас запись данной беседы или посоветовать материал который содержит информацию который критически относится к вращению адвентистов ну я беседовал волкославский был это профессор заукской академии но это когда у нас записи кажется и не было еще я не могу сказать после этого у меня были аресты все изымалось уничтожалось и еще не не распакованы у меня примерно две с половиной тысячи часов бесед моих как я в москве беседовал с писателями там встречался в литературном институте читал стихи я не знаю даже если они лежит кто этим займется не знаю на катушках а про адвентистов там о субботе ну главное что отличает десятина от других у меня все это высказаны притом неоднократно неоднократно зарядите на форуме там все это сказано анатолий внуков мир вам игнатий тихонович вами прожитая жизнь это длинный проложенный путь не всегда были розы в дороге но с нее никуда не свернуть было трудно но вы не сдавались было больно не плакали вы и тогда вы собой оставались ибо слышал ваши мольбы я как раз много плакал у меня есть новый завет из тюрьмы вынесены он весь сморщенные сморщенные лески пропитанные слезами я много плакал я у бога выпросил этот дар и особенно много неутешно плакал когда человек отступал от бога из близких меня посещали просто господь так благословлял я плакал буквально сутками а безбоживание организма даже наступал я не мог с молитвы встать я знаю что такое молитва поэтому всем советую выпросить у бога этот дар быть такими же вам мы желаем много лет много радостных дней с днем рождения у вас поздравляем и от господа благ вам желаем никогда вы душой не стареете много лета вам и с богом плюс восемь но плюс восемь я не знаю что означает цифра 8 означает начало новое новое означает первый день недели а первый день недели в это воскресенье вот я расшифровку даю может быть и так он понимал вот иреев владимир бо но что такое просчитать не видел вот видите только что вышел он не то что я выбираю вчера мне назвал там старый хрен который я так ну матерки я не могу ставить а вообще-то вот что он пишет мне я не знаю и ей так многое ли там много ли там многое это игнотию или владимир большаков вот пожалуйста благодарю батюшка отец владимир но многое лето что я больше среднего прожил лет человеческий 70 лет при большей крепости 80 ну какая у меня крепость ну вот я даже не знаю что и столько я проживу никогда не думал об этом столько пришлось прожить благодарю бога эти сегодня я не беру те поздравления которые просто поздравляю с днем рождения их таких я даже не считал сколько отовсюду с контакта я не получаю ни одного стритера с фейсбука живого журнала то у меня открыто такие системы но я туда не захожу а модератора видимо спят еще прошли рассказали там пришло 400 поздравлений ну благодарю просто благодарю помолите за моих которые противники против меня идут они сейчас утихли их нету бог услышал молитву я не их молюсь желаем благо что бог стер это как будто они никогда ничего против меня не говорили ну говорил там саварбек вот сейчас заказное письмо сегодня отправляем отправляет заказное письмо на прокурора караганды им займутся указаны все адреса ну все 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 я могу даже показать сейчас не забыть бы про это это сегодня я поставил два три 4 5 вот 5 видеороликов стоит на моем мире потому что вот у меня есть такое раньше насчитанные ответы по библии 4124 будут и они давно уже начитаны а замки снимаю сегодня и они в youtube отображаются но далеко далеко там на каком месте слову сказать сегодня я увидел данные сколько у меня на ютубе на ютубе у меня 4978 роликов не то что там я вот нагоняю надо ну спрашивать то и пока мы все показываем поэтому придет время люди это оценят мы показываем как создалась община как деревни как можно жить даже не урядицы спорят где-то по каким вопросам все это выставляется такое чтобы не надо это но это когда мы ну лично свое там что-то делаем такое лично 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 уже или просят и занятие потеряем ки сто двадцать три их у меня насчитаны я ставлю 76 76 сегодня и она здесь они выставляются здесь перетаскиваю в мой мир и они вот здесь выставляются мой мир это я люблю очень эту систему вот здесь здесь они выставляются все что здесь вот слову сказать 76 вот сегодня уже выставила все уже еще что 179 которое прошло 57 вот уже сколько сегодня выставилась вот тут игорь считает еще не выставилась она заказчику ведет там я даже сейчас не знаю гляну что там сегодня еще было сабот занятия по skype последнее ну и мой это православный форма гнать и лапкина что-то там было сегодня даже я не рассматриваю у меня времени совершенно нет хотя я начал с трех часов ночи 3 часа 7 17 минут и вот сейчас уже 4 36 сети надо двери открывать приезжать будут за кем-то послать по детскому лагере сегодня мы выезжаем постараемся все снять виктор вчера приехал с овченко разгрузил здесь привез навозу мешков 20 обрассыпал земля плохая здесь я не знаю что здесь было как кузнецкая какая-то камень камень шлак ну и надо удобрять вот так ну и вот наш видео православный видеоканал открытым оком во свете библии вот но тут только открылась три вот три три а другие два и они не открываются здесь вечером всегда выставляют два стихотворения или называя их проповеди в стихах ну и самое большое у нас сокровище если кто не знает еще раз покажу это певпи она была первым потом форум появился это все модераторы там делает добрые люди вот она во свете библии вот все что я показываю можно создать не подумайте что я не понимаю о чем говорю я хвалюсь моим господом но вот это 4124 ответа так дать которые мне в университете так задавали и отрезанные программы вел свое время я плохо слабослышащий можно даже назвать да не слабо но повреждение перепонки вот и вот здесь 55 папок позиции вот допустим я середина открываешь что пища посты патриархия покаяние политика потеряевка праздники природа промысл божий проповедь благовестия работа разбор выступления и так далее вот это темы темы такие такое не составить я думаю никому сегодня не составить первую очередь это надо быть таким как я тоже пережить тоже видеть и ответы дается на основании святой библии этому не представьте 77 книг ты должен знать их почти почти что пальцем и сказать дальше знать труды святых отцов на то худо-бедно 300 томов дальше жития святых 1173 биографии биографии авто это жития я составлял симфонию знаю и каноны 719 правил ну и жизнь сама подсказывает я вижу мне бог дал видеть недостатки какие делается везде и как их исправить не просто видеть недостатки как обо него писали мы все умеем критиковать но именно жить именно бороться с этим видеть выход это обо мне писали журналисты свое время вот я явился в сапогах говорит опять стучит говорит сапогами по этажам этих не типография редакции которые напал на меня нападали теперь верит лапкин всем покажет здесь а другой священники успокоились а сергей бургин говорит слышали новость и игнатия выпустили из тюрьмы из лагеря пропал ваш покой то все теперь вам но он писал тем которые против меня выступали вот так но допустим что открывая дети лагерстан что евреи вот еврея ткнул еврея ткнул вот теперь идут какой том какая страница начинается второй том какая страница смотрите сколько 173 вопроса про еврея было задано и как они отвечают но я не знаю тут володя когда был он мог бы эту открываю вопрос для 3598 24 том говорят что в барнауле открыли еврейский храм и что же теперь тут евреи будет жертву приносить видите какой вопрос и от кроме вот идет ответ ответ евреи не могут приносить жертву уже почти 2000 лет со времени разрушения их святыни храма зарвавелева а в ином месте под страхом смерти никто и никогда не приносил и не дерзнет разве уж вовсе безбожник первый храм соломонов существовал в тысячи четвертого по пятьсот восемьдесят восьмой год до рождения христова это колесников звонит мне я ему сказал ты всегда давай мне 7 сигналов утром ишь никита он выполняет это у никиты заветные сдвиги не забывает замечание нету увижу сегодня вот так ну и дальше и до 588 года был до рождества христова по 588 год храм начали строить в четвертый год царствия соломона через 480 лет после выхода евреев из египта 3 царств 6 1 или в 1011 на холме моря в восточной части иерусалима 1 параллель по именам 2118 здание было готово через семь с половиной лет то есть 1004 году сам храм представлял прямоугольное здание истесанных камней 30 метров длины 10 метров ширины 15 метров высоты во внутренней его части с плоской кровли из кедровых бревен и досок посредством промежуточных перегородок из кедрового дерева дом был разделен на два помещения внешняя святое 20 метров длины 10 метров ширины 15 высоты и внутренняя святое святых 10 метров длины ширины и высоты перед зданием храма находился притвор 10 метров ширины и 5 метров длины 3 царств 6 3 храм соломонов просуществовал 416 лет и был уничтожен на выхода носора в 588 году 4 царств 25 персидский царь кир в 536 году разрешил евреям возвратиться в еврею в 534 году было положено основание храма враги приостановили строительство храма на 15 лет храм был достроен в 516 году до рождества христова этот храм был ограблен антиохом епифаном первым маковейском 21 после трехлетнего унижения вновь осветили храм в память восстановления храма был установлен 25 декабря 164 года до рождества христова иуды маковеем праздник обновления храма евреев ханука праздновать в течение восьми день ирод начал расширение храма на 18 году своего процарствования или в 735 году рима в 64 году строительные работы в храме были закончены за шесть лет в 64 по рождество христово до его разрушения этот храм занимал 250 квадратных метров в 70-м году он был разрушен римским императором титом на месте храма теперь мечеть амара около 56 метров вышины восьми сторон по 22 и 3 десятых метров окружности внутри его обломок скалы около 16 и 6 десятых метров длины и ширины который был по преданию якобы гумном орны местом жертвоприношения мелхиседека центром земли и так далее и словаря эрика ньюстрима ну и дальше в барнауле что тут барнауле то еще открыл открыли в ней синагогу 29 ноября 2007 года приехал уже из москвы их раввин с семьей на фото видна у него рыженькая борода в шляпе широкополый в галстуке приятной внешности в очках интеллигентный вид сам не пузатый звать ира ель исраэль но ах каменский главный раввин барнаула алтайского края по его словам в москве проживает около миллиона евреев в барнауле около двух тысяч потом пояснилось что некоторые не выявлены еще а на самом деле больше у женщин всегда покрыта голова прямолетие многое что вокруг рассказывает про нас неправда это он говорит из-за недостатка информации людей складывается ошибочное мнение они проявляют агрессию без каких-либо объективных причин поэтому в нашей цели входит донести до людей правильную информацию в течение день человек старается исполнять все заповеди не воровать евреи не воровать но уж это хватил но главное оборовать это россию всю не врать ну уж большего вранья то и не не скажешь это сами евреи говорят и так далее мужчины и женщины молятся отдельно происхождение хануки почему-то обозначен 138 годом дождества христов это газета номер 1 номер 125 страница 12 7 декабрь 07 газета называется так газета когда воцарится антихрист тот кого каменские другие евреи не христиане зовут своим мессием а шахом он должен будет сесть храме в третьем по счету и будет выдавать себя за бога вот тогда там будут евреи приносить жертву тогда и будет принесем жертву антихристу фактически весь мир все бараны и козлы голосующие за пустоту и верящие демонам а не христу первое фестоликистам 24 и откровение 13 7 ну и так дальше и он 5 13 откровение 20 10 вот ответ ну и дальше стихотворение вот такие брат дела это 1 и 176 каменский я видел хороший интересный день это рождество христово и всех по религиозные деятели собрали но я как староста батюшки тут нету я всегда там был и интересное тоже все интересно просто интересно рассказывать и он вышел и и а тут православные священники он год поздравляю с рождеством а не сказал кого христос не произнес с рождеством может быть хануки там или ну чего то ну то есть мне он понравился понравился вот как борода у него не тронутой какой на интеллигентный как обходится и до этого был еще еврей здесь какой а до него не было это я про другой он такую роль не занимал там женщина за него за мужчину было вот она приходила представляла от их общество еврейского пожалуйста вот заходите на наш сайт евреи евреи было бывает так на меня нападают а а что обман ворует интересно скуратов генеральный прокурор российской федерации разговаривает борисом абрамовичем березовским то бабам и говорит а чё что я более не едешь в израиль ничего себе утром просыпаться и думать говорит как пять с половиной миллионов евреев тебя обманут сегодня но это то вообще березовский мог говорить открыто как владимир вольфович жириновский вот обмана нет у них но дают вообще ну еще скажешь но они юмористы но у них не смеха смехащество вот этот был райкин там вот этот сегодня за дворов томата а то они любят а не любят когда их идет как-то задевают вот все у меня на сегодняшний день а я хотел сказать еще что у меня за это время было чтобы знали вот я сейчас покажу минуточку так это меня михаил батугин так и вот что получается а что получается то еще и не покажу а вот какое дело я долгое время искал меня очень сильно интересовал только один человек его переживания больше никто гитлер как вот это когда он видел что все так складывается по его сами колдунами с волшебниками знался и как бог начал его постромлять вот сталинградская битва курская дуга и дальше уже бомбят уже все разваливается но я не верю что он отравился нет конечно нет 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 он был в первую там где это но на литве проверьте себя если кто не верит то да никто не верит что он еще бородин убивал себя хана рэйч когда прилет прилетела на самолете и вдруг оказывается секретарь была жива до 2002 года и я плохо там слышу и попросил кто бы мне ворд перевел и нашелся александр рифанов откликнулся только один и он перевел 41 страница в орде вот здесь информация о фильме фильм называется зона молчания секретарь гитлера вот послушайте и вот здесь теперь все у меня есть вот как она пришла как она была траудель юнга вот так траудель юнге вот и она все как с ним была видела так потому что я работал у человека который мне нравился это она говорит а гитлер таким образом воплощал нечто монументальное поначалу когда я была еще ребенком но она двадцатого года пришел 33 мне 13 лет было пришел к власти впервые когда встретилась с ним его поведение проявлялась внешне отеческое покровительственно именно этого мне очень не хватало вот и дальше я начала работать у гитлера и сразу же появилась то самое ощущение защищенности это его показывает таким а на самом деле вот это я и хотел узнать какой был как она видела секретарь вот так я представляла его исключительно воинственном настроении с вытянутой вперед рукой однако к нам приходил приятный пожилой человек говоривший тихим голосом и дружелюбно улыбавшийся он пожал руку каждой из нас секретаре посмотрел прямо в глаза своим знаменитым взглядом спросил имя и сказал несколько слов дружелюбным и покровительственным тоном а потом уходя снова исчез уходя он пожелал всем приятного вечера впечатление встречи с ним было совершенно другим совсем не таким как и ожидала не было ничего пугающего наоборот атмосфера была приятной и спокойной и так она дальше и так я вошла в комнату и сразу почувствовал как же мне холодно он попросил печатать гитлер не любил когда помещение топили он снова вел себя со мной крайне приветливо дитя мое сказал он пожалуйста не волнуйтесь вряд ли вы сделаете столько ошибок сколько я присаживайтесь вот сюда вам принесли обогреватель он имел ввиду электрический обогреватель со сталиным кто так был секретарь у него был я для сравнения делаю заметьте я для сравнения делаю то что известно и какой секретарь такие воспоминания стали не напишет расстрелять вот умс оказался сидящим напротив самого фюрера фюре чтобы о нем сейчас не думали в то время был великим человеком ситуация была просто не укладывающийся никакие рамки самое настоящее приключение ну и дальше что она рассказывает он просто во что она звала он секретарей заботился говорит вы давайте молодые вы уходите а то тут такое будет чтобы место не найдете то вам же замуж надо выходить когда спросил ее но выговорит может им стоит какие-нибудь чтобы не такие приятные были это на негритян похоже негритянские женщины горит на губах должно быть я сошла с ума говорит и потому что ответил ему мой фюрер случаясь со мной вам не стоит беспокоиться я обхожусь без мужчин последние 22 года и не вы же в этом для себя никакой проблемы а я как раз 22 года было он просто расхохотался в ответ тогда я не соображала что за чепуху я несу я обхожусь без мужчины последние 22 года должна признаться что тогда я не могла сказать нет у меня не было никаких причин чтобы сказать нет я не хочу остаться у вас честно говоря мне даже понравилась эта идея вот вы знаете у меня никогда не было ощущения что он преследует преступные цели когда говорит когда я думаю об этом тот же самый человек произносивший речи с таким раскатистым р просто выбивавшие слова и скрывавшийся срывавшийся на крик так вот я никогда не слышал чтобы точно так же он разговаривал в своем окружении он мог говорить очень хорошо поставленным голосом в частной жизни он говорил с легким австрийским акцентом например это использовал типичные австрийские обороты например никогда более так не говорят в баварии да и во всей германии никогда более я такого не слышала такое выражение меня просто восхищали такие выражения и конечно вежливость которая была свойственна ему в личной жизни понятно а вольф санстре это вольф встретился когда говорил со сталином и трепетал что будет что будет что сказал девочка подарившие цветы это была уничтожена с родителями за исключением проблем связанных желудком и превращительно пищеварительной системы он производил впечатление очень здорового человека и при этом ему приходилось вести крайне нездоровый образ жизни слишком мало свежего воздуха слишком мало физических упражнений он не курил и не принимал алкоголь сталин трубку не выпускал изо рта буквально и курил и пил но здоровье это более широкий круг понятий он вел вегетарианский образ жизни тощи точнее крайне несбалансирован образ жизни там отзывайте живот таблетки и были я часто спрашивал слугу гитлера привычках его хозяина что-то он не рассказывал сам например он терпеть не мог когда до него дотрагивались вот иногда говорят и руками хватает зачем он не придавал значения массажу и другим процедурам с теплом но и однажды ева говорит держи спину прям прямой а я и говорю это гитлер говорит попробовал ты сама не стутулись если бы носила в кармане такие тяжелые ключи много говорила лично даже о совсем интимных моментах например с самого начала он не носил ну и дальше как носил для для него это стало принципиальным вопросом он был очень чистоплотным крайне ухоженным он всегда был руки после того как гладил собаку его собака блонди очень хорошо написано тут какая она была и дальше думаешь эти черты какие-то персональные манеры сегодня просто не имеет никакого значения потому что общий итог был просто ужасен ну чтобы расстрелить а проще он никогда не мыслил представлениями обычного человека человечество не было ничего не значило существовали лишь идеи сверхчеловека и он никак не мог понять как мужчина обладая такой красивой женой это генерал один мог изменять с менее привлекательной женщины он даже представить не мог других качеств кроме безупречной красоты не думаю что у него были обширные познания женщинах и у меня никогда не было ощущения что его отношения с евой браун присутствует эротический подтекст как сейчас было он изменял глупости говорит это он безусловно обладал немалой привлекательностью не знаю правая или нет но у меня было ощущение что все имеющие отношения к эротике все смущает его я не могу этого объяснить но мне кажется что он не был готов дать себе волю я а это очень важная составляющая именно любовных отношений ну и какие отношения у сталина были там у калинина там вот посмотрите на это другие убили ему нравилось законное бракосочетание но если бы его спросили почему они женятся то он бы ответил я бы не смог стать хорошим мужем просто не могу себе этого позволить возможно он хотел сохранить образ неженатого мужчины ради избран избирателей женщин женщины просто с ума сходили по нему не могу сказать почему вот я я слышал это говорит 90 процентов наверное женщин в германии хотели иметь от него детей остались никогда никто этого не сказал однажды он еще раз высказался по этому поводу вот его слова дети это рискованно иногда дети гениев могут оказаться кретинами вот она такие подробности говорит а ну и штауфенберг упоминает который выстрел произвел выстрел эти взрывы что было на он ответил там сим тогда мы отплатим когда я разрушена видел кстати еще у него в комнате никогда не было цветов он ненавидел присутствие того что умерло но когда думаешь об этом кажется странно тот кто погубил тысячи людей не хочет чтобы у него в комнате стояли мертвые цветы прекрасные цветы я тоже не люблю мертвые цветы зачем они нужны патриарх алексий первый сказал что в храме не было никаких бумажек только чистые цветы и дальше пишет он сказал все кончено это кто сказал это ну тут генерал какой-то вы даже немедленно покинуть берлин его лицо напоминала каменную маску казалось что на его лице уже надета посмертная маска мы стояли совершенно ошарашенные так а это гитлер сказал вот видите так вот такое дело его браун подошла к нему взяла его за обе руки обе руки обе ошибочка тут маленечко и сказала ты должен понимать что я остаюсь и далее гитлер наставил на том что ситуацию спасти невозможно хотя генерал пытались убедить его что шансы еще оставались вот я немножко выделил кое-что гитлер потерял всякую надежду и отстранился он ушел в себя он стал совершенно дьяволом и апатичным а вот меня что интересовало обычно он сидел в коридоре с одним из щенков у блондии появились щенки они жили в прачечной бункера совсем небольшой комнате он сидел там прижимая к себе щенка уставившись куда-то перед собою тогда берлин можно будет попытаться спать эта идея вздохнула гитлера в жизнь он снова стал интересоваться общей ситуацией созвать совещание при гитлере уже позволили себе курить в этой сумятице за обеденным столом все еще разговаривали а по вечерам пили чай гитлер был крайне апатичен настроение у всех подавленное ужасное было время мы вели себя просто как механизма я затрудняюсь припомнить какие-то человеческие чувства но это уже его сказал что я хочу быть красивым трупом поэтому прямой яд вот он отвечал послушай дитя мое уж пера важные дела и там снаружи его место там где есть работа они здесь со мной чтобы уж пер приехал все таки он не хотел его даже трогать а хана рач просто сияла приближаясь к своему любимому фюреру это летчица никогда не видела чтобы женщина приветствовала фюрера с такой нездоровой преданностью все поглощающие готовность умереть за него она была не слабой в отличие от евы браун она была бойцом потом она пела колыбельные детям гибберса да заменить и она сумела долететь обратно тогда этот эпизод этой летчицы хана показался чем-то чудовищем внезапно кто-то из окружающего мира ворвался в ловушку которой все мы находились а потом точно так же улетел с посланием несущим людям надежду а мы а мы остались и вот здесь еще говорит наклонившись вперед опираясь на руки с отсутствующим выражением лица уставившись куда-то в пространство он сказал мое политическое завещание он диктовал я подумал теперь я узнаю что же на самом деле произошло теперь я узнаю почему мы проиграли войну он будет оправдываться и приносить изменения наконец-то все объяснит и вот он начал говорить это были все те же слова во всем виноваты евреи еще борьба была необходима для того чтобы не дождаться худшей участи и далее все это в таком же тоне где-то продолжал выходить и спрашивать все вы еще не закончили печатать это был кошмар самый настоящий кошмар он стоял там с абсолютно отстраненным выражением лица он уже отошел от этого мира он пожал мне руку посмотрел поверх меня потом сказал что-то я не поняла я не поняла тех последних слов которые он сказал мне он повернулся пожал руку фрау крестьян ну и так дальше села он говорил что всех мужчин кастрирует германию сравняют с землею она будет присоединена к примитивному государству без промышленности всех женщин изнасилует какие-то картины в духе босса я не могла представить себе как будет продолжаться жизнь и дальше говорит я только что выполнил последний приказ пюрера я жег его тело зашел один оттой гюнши вот и здесь у меня в памяти начинается провал от она себе говорит что-то на самом деле закончилось у меня в голове как черная дыра знаете я почувствовал такую ненависть гитлеру потому что он бросил нас ненависть личную потому что он просто ушел оставил нас запертыми в этой ловушке внезапно остальные показались безжизненными куклами марионетками потому что ушел кукловод ни у кого из нас не было своей жизни у всех кармане были ампулы с ядом и ничего больше вот это она все припоминает вот я наконец-то получил увидел как он был меня это сильно интересовало всегда вот такое ждет разочарование больше или меньше всех которые жизнь полагают не во христе но тут еще хотел один показать ролик но я его уже в архив сунул все на этом